Более 70% смертности из-за алкогольной зависимости происходит в трудоспособном возрасте. С такой печальной статистики начинает статс-секретарь, заместитель министра здравоохранения России. И продолжает тему. Избыточное потребление алкоголя сокращает жизнь мужчины примерно на 6 лет, а женщины на 5. Но есть и хорошие новости. Россия сейчас далеко не самая пьющая страна. Если бы у нас в 90-х годах была такая фигура речи, которая была действительно недалека от правды, Россия была страной с таким чрезвычайно высоким потреблением алкоголя. Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет порядка 8,4 литров. Если говорить о данных 2023 года, можно сравнивать с началом 2000-х, когда это были всегда двузначные цифры. А все потому, что сейчас активно ведется антиалкогольная политика. Она предполагает укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие систем профилактики злоупотребления алкоголем и помощь уже алкозависимым. Отдельные регионы даже вводят дополнительные меры и сокращают время продажи алкопродукции и ограничивают площади торгового зала. Эффективность таких действий подтверждает статистика. Общая заболеваемость алкогольными психозами сократилась с 2020 года примерно на 11,6%. Алкоголизмом примерно на 4,4%. Если говорить о острых отравлениях спиртосодержащей продукции, то с 2018 года сокращение составило почти 22%. Соответственно, это данные, которые убедительно подтверждают эффективность антиалкогольной политики. Да и вообще употреблять алкоголь сейчас не модно. Все больше молодых людей отдают предпочтение здоровому образу жизни. Это влияет и на будущее поколение. Ведь от осознанности родителей зависит здоровье их детей. Сейчас много молодых людей, которые планируют ребенка, и они отказываются от алкоголя, от курения, от вейпов. Когда ребенок зачинается какое-то время до этого, вся беременность. И вообще такой вот сейчас здоровый подход к жизни, к своему здоровью, к своим детям. Хотелось бы, чтобы все больше молодых к этому подключалось. Но все же алкоголизм еще не искоренили. И с этим недугом ведется активная борьба. В том числе накануне депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать День трезвости в России государственным праздником. Чтобы 11 сентября люди бесплатно посещали государственные бассейны, проводили спортивно-массовые мероприятия. Дни открытых дверей в спортивных клубах, а также уроки трезвости в школах и университетах. Арина Мелешкина, Наши новости.